Лето – самый счастливый, вместе с тем самый опасный сезон для детей и их родителей. Статистика неумолима. В школьные каникулы увеличивается число чрезвычайных происшествий, связанных с детьми. В это время они часто остаются без присмотра взрослых. Этот и другие вопросы обсудили на седании Координационного совета о приглаве Чувашской республики. Ближайшие выходные, как и предыдущие, обещают быть жаркими. Чтобы освежиться, горожане и сельские жители наверняка отправятся поближе к воде – на пляж. Между тем, за первый летний месяц в республике утонуло уже шесть детей. Это в разы больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это колоссальный рост. И вот это та работа, которую нам необходимо сегодня проводить. Потому что шесть детей только на июнь месяц. Впереди еще два летних месяца. То есть, к сожалению, возможно, будет увеличение и этого показателя. На строчку выше в рейтинге детских смертей травмы, полученные в результате ДТП. Однако, несмотря на эти два момента, в сравнении с другими, мы демонстрируем неплохие показатели. Младенческая смертность в республике – одна из самых низких. А доля детей-инвалидов на общее количество детей снижается с каждым годом. Такой результат был достигнут благодаря профилактике и своевременной диагностике опасных заболеваний. В 2015 году в рамках профилактических медицинских осмотров было обследовано 240 тысяч детей. Это стопроцентный охват от плана. И по результатам профилактических медицинских осмотров, нужно сказать, что в первой и второй группе здоровья, то есть к здоровым и относительно здоровым детям, отнесено почти 88% детей. Между тем, в республике институту семьи уделяют особое внимание. Мы по сравнению с другими регионами Российской Федерации эффективно отработали по той программе, которая была на уровне федерального центра. Строим спортивные объекты, реконструируем учреждения культуры и школы искусств, где на самом деле созданы прекрасные условия для наших детей. За последние годы мы построили и реконструировали 45 детских садов. Дополнительно создано порядка 22 500 мест. По статистике выросла и заинтересованность молодых людей в чтении книг. Сегодняшние старшеклассники предпочитают проводить каникулы не во дворах, а в библиотеках. Подогревают интерес к классической литературе такие мероприятия, как «Библионочи» и «Библиосумерки». Еще одна важная тема заседания – снижение количества воспитанников детских садов. Бывшие детские дома мы реорганизовываем, модернизируем. И вместо воспитателей, вместо приема детей, педагоги будут работать с сопровождением замещающих семей, потому что им очень нужна помощь. Семью на начальном этапе окружить сопровождением, специальным сопровождением, так называемыми участковыми социальными работниками, участковыми психологами. И тогда решается множество вопросов. Тогда не нужны детские дома, тогда не нужно квартиру строить, потому что ребенок должен воспитываться своей кромной родственной семье. Серьезный аспект системы защиты детей – качественное и сбалансированное питание. Михаил Игнатьев заметил, что в школах республики еще остаются автоматы, которые продают губительную для неокрепших организмов пищу. Он подчеркнул, что их в школах быть не должно. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика.